13.06 на часах. В эфире «Особое мнение» в студии Дарьеты Пузлеева и мой сегодняшний гость, исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований Кировской области, избранный депутат областного законодательного собрания Андрей Лучинин. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Нас можно слышать на частоте 101.0 FM, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте echokirova.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вопросы также можно задавать через форму анонсов на нашем сайте echokirova.ru. Ну а мы начнем с прошедших выборов. В минувшее воскресенье жители области выбрали 13 депутатов сельских поселений, 4 депутатов муниципальных районов, 22 главы и 2 депутатов ЗАГС Собрания. Вы, собственно, один из двух. Для начала мои поздравления. Спасибо. И сразу вопрос. Вы сами пожелали стать депутатом регионального парламента или это была чья-то просьба? Ну, в общем-то, я стараюсь в жизни это все сам делать и принимать решения, тем более-таки решения важные для себя. Ну а если быть уж полностью откровенным, то вы знаете, что у нас депутатом по 11 округу был Ликачев Михаил Валентинович. Михаил Валентинович был моим товарищем и потому меня не нужно уговаривать и даже в дань памяти светлой о нем я выдвинулся и как следует отработал избирательной кампании. Я надеюсь, что вот этот год, опять же, светлой памяти, посвящая Михаил Валентиновичу, постараюсь те вопросы, которые он вел, те встречи с избирателями, которые он проводил в свое время, те планы, которые у него были, завершить. Все, что от меня зависит. Ну, я посчитал для себя важным идти и избраться в этом округе. Ну, тут сложно не провести параллель. То есть, Михаил Лихачев занимался вопросами местного самоуправления и сейчас это, можно сказать, ваша профильная деятельность. То есть, повлияло ли решение именно то, что Михаил Валентинович, к сожалению, скоропостижно скончался или какие-то другие причины еще сыграли в свое время? Вот это, конечно, повлияло. Потому что я его узнал достаточно давно. Он был один из лучших депутатов в законодательном собрании. Это без всякого преувеличения. Он был достаточно открытым человеком, откровенным человеком. Он хорошо умел излагать. Когда докладывал с трибуны законодательного собрания, он встречался с избирателями. Кстати сказать, я провел 141 встречу с избирателями во всех населенных пунктах, почти во всех населенных пунктах. Это в предвыборную кампанию? Совершенно верно. И я вам скажу, везде абсолютно я встречал самые лестные отзывы о Михаиле Валентиновиче, как о профессионале, как о человеке. Он был везде. То есть, не периодически там от выборов до выборов появлялся. Он же был в трех созывах. Он был, привел прием в районах. Он выезжал в населенные пункты. Он работал с населением, невзирая на дальность маршрутов, на сложность и так далее. Он был везде. И везде о нем осталась только светлая память. Потому, конечно, соответствовать его уровню, работать с избирателями, не бросить этот округ именно, я посчитал необходимым. В общем, планку Михаила Яхачев вам поставил высокую. Она очень высокая. Она не только для меня высокая планка. Я вам скажу, это планка высокая для всех депутатов законодательного собрания. А вы продолжите руководить Советом муниципальных образований? Да, конечно. Я сегодня являюсь директором, исполнителем Ассоциации Совет муниципальных образований. Как вы знаете, должность депутата законодательного собрания, она у нас в большинстве своем безвозмездная. То есть на общественных началах работают у нас депутаты. У нас только руководитель парламента, три заместителя и несколько представителей комитетов получают заработную плату. Все остальные депутаты работают бесплатно. Соответственно, я тоже намерен работать безвозмездно и должность директора не покидать. Потому что здесь вопросов тоже очень много. Вы знаете, когда ваш коллега уже по АЗАГСу Василий Сураев возглавил комитет по законодательству и местному самоуправлению, я задала ему вопрос, будет ли он успевать совмещать эти две должности. И вы знаете, он ответил, что плох тот руководитель, которому постоянно нужно быть на своей работе. И у себя на молочном комбинате, по его словам, он построил всех и все таким образом, что его, собственно, там постоянное присутствие уже не требуется. И он может себя посвятить работе в законодательном собрании. Вот вы то же самое можете сказать о своей работе в АСМО? Мне, во-первых, на моем предприятии строить некого. У нас в дирекции исполнительный директор, два специалиста и бухгалтер по аутсорсингу. Поэтому переваливать на них всю свою работу, это, наверное, бесчеловечно, но и неразумно. И Василий Куприянович, это ведь председатель комитета. Ну да. На сегодня председатель комитета. Действительно, это много организационных вопросов все-таки на председателях лежит на сегодня. Потому, да, у меня, я не думаю, что такая нагрузка будет. То есть это несколько разные фронты работ просто? Это, конечно, разные. Хотя, я сразу вам скажу, что я, скорее всего, пополню ряды этого комитета. С Василием Куприяновичем работал давно, и мне приятен этот человек, и работать с ним как с человеком, как с профессионалом приятно. Потому, я запишусь именно в этот комитет по законодательству и местному самоуправлению. Он и профильно к моему виду деятельности на сегодня, к моей работе относится. Ну и чисто по-человечески, под руководством Василия Куприяновича, мне тут приятно работать. А с Василием Сураевым вы уже знакомы, как сказали? А возможно, еще с кем-то из депутатов уже работали? Сегодня знаком я почти со всеми депутатами законодательного собрания и с представителями комитетов. И работаю с разными комитетами, ведь Ассоциация муниципальных образований отвечает за взаимодействие с главами поселений, главами районов. А так или иначе, законодательная деятельность нашего законодательного собрания, она в конечном итоге упирается в реализацию на местах. Потому что я и в комитет ЖКХ хожу, и в законодательство муниципальной политики, в иные комитеты, интересуюсь, интересовался всегда. То есть они знают Вас, Вы знаете их? Естественно, естественно. Я знаю весь законодательный процесс, как он идет. Я знаю депутатов, тем более фракции «Единая Россия», в которую я, несомненно, вступлю сразу же. Мы с ней работаем давно, это тоже одно из моих направлений работы. Поэтому там нет ничего такого нового, чтобы я сегодня для себя открывал. Тогда, наверное, не будет для Вас секретом, что нынешний созыв в ОЗС, он славится своими демаршами, бойкотами оппозиции. Пару раз даже срывались пленарные заседания. Вы готовы к работе в таких условиях? Конечно, готов. Я работаю в любых условиях. Но думаю, что приход мой и кандидата на первом округе, тоже пополнив фракцию «Единая Россия», мы, наверное, все-таки внесем в свою лепту, чтобы законодательное собрание, пленарное заседание проходили без демарша и без срывов. То есть спокойно работали для чего и избранные депутаты законодательного собрания. Не пиариться, не изображать из себя, значит, не весь кого, а работать. Вот как раз мой переход. Я думаю, что он тоже так на стабилизацию будет направлен. А в чем вам вообще видится причина этого конфликта, когда люди просто встают и уходят из зала заседания, подвисают какие-то законопроекты, которые важны для людей? Потому что вряд ли здесь виновата только одна сторона. Возможно, есть какие-то минусы и со стороны «Единой России». Ну, не бывает медали одной стороны, да, есть две стороны. Но я сегодня смотрю, как работает законодательное собрание. То есть на сегодня оно более, наверное, стало стабильно. Как начиналось все, мне вам рассказывать, вы это видели. Есть и откровенный политический шантаж со стороны оппозиционных партий. Со стороны отдельных депутатов есть желание покрасоваться, в том числе перед избирателями. Потому что сегодня, если нет телеэфира, то оно спокойнее проходит. Я видел, как проходит заседание законодательного собрания. То есть весь шум в начале заседания? Конечно, конечно. Весь шум, к чему и не стаивали, что обязательно нужны парламентские выступления, пятиминутки. В начале, именно под камеры, чтобы донести до людей, до избирателей, с одной стороны, с другой стороны, показаться. Но с другой стороны, это единственный способ быть услышанными. Да не единственный. Идите к людям и объясняйте. Идите и проводите с избирателями встречи. Но сколько избирателей можно охватить так, а сколько разнесут мои коллеги СМИ? Сколько смотрят заседания парламента? Ну, я думаю, смотрят в основном журналисты. Конечно. Ну, и журналисты, мы в том числе, потом доводим это до слушателей, до читателей. До читателей можно дойти, до слушателей, своими ногами. Объяснить свою позицию. Рассказать о том, что депутат делает для округа, для области. А вот этот шум, это самокрасование, там, да, там, ну, ну, не знаю, кто-то свои амбиции может быть удовлетворяет. Причем тут избиратели, причем тут законодательный процесс, причем тут общая работа на пленарке. Причем? Ну, хорошо. Нужно всем работать, нужно заниматься. Ну, а с другой стороны, вот, ладно, хорошо, там, губы надули, встали, ушли. И что? То есть эффекта нет? Не, ну, эффект отрицательный. Не решили ряд вопросов. Не решили ряд вопросов. Не обсудили конкретные вопросы. Не приняли какие-то поправки по бюджету. Не рассмотрели какие-то предложения по вступлению, там, какие-то федеральные проекты, программы. Это работа депутатов. На пленарных свиданиях работать надо. А не вставать, не вставать, не ходить, не марши не устраивать. Хорошо. Эти минусы оппозиции, они, в общем-то, понятны. Мы их уже обсуждали много раз. И с этой позицией сложно не согласиться. Но есть ведь какие-то грехи, получается, и в работе партии власти в парламенте. Что вообще эти ситуации, в принципе, возникают. Возможно, какие-то вопросы к председателю законодательного собрания. Так, наверное, ко всем вопросы есть. Потому что если возникает конфликт, есть источник конфликта, да? Там сказал однажды один из выдающихся политиков, что парламент – это не место для дискуссий. Помните такое, да? Так он имел в виду другое. Что до пленарного заседания есть еще разные формы работы. Комитеты, фракции, межфракционные разговоры и договоренности. А вытаскивать вопросы непроработанные, необсужденные, без каких-то наметков на решение, на пленарку и смешить народ. Ну, это значит недоработка всего законодательного собрания, в том числе и руководства. Были такие моменты? Конечно. Ведь ни один коллектив не работает как часы. Такого нет. Это человеческое общество. Оно сложно по своей конструкции. Эти поле депутаты законодательного собрания, еще и не обделенные, наверное, какими-то амбициями, какими-то своими талантами, да, встречаются. И вот начинается кипение. Но это кипение должно решаться до заседания пленарного. На заседании пленарного должен быть конструктивный разговор. Возможно, у вас есть какие-то предложения, как этот диалог сделать конструктивным. То есть вы сейчас в новое лицо придете. Диалог настроен. Диалог идет. И вот, и слава богу, на сегодня единственное есть опасение, конечно, вот этот год, как будто не был там один год, да, но этот год перед выборами. Этот год перед выборами 16-го года. Ну, он знаковый. И, конечно же, у ряда оппозиционных деятелей он будет такой, ну, скажем, надрывный. Им же нужно заявляться, им нужно говорить о себе, им нужно не соглашаться, им нужно какие-то устроить новые формы там. Нет, я не против Димаршей, да, это одна из форм, из методов работы, опробованные, кстати, не в Кировской области и даже не в Российской Федерации. Все имеет какую-то историю. Они просто пользуются теми или иными формами работы. Соответственно, я предполагаю, что в этот год ряд лидеров оппозиционных используют трибуну, в том числе пленарного заседания, для продвижения либо себя, собственно говоря, либо своих политических партий, либо конкретных. Ну, то есть это задел на будущее. Естественно, это работа. И вот потому вот такого большой доли популизма, который будет литься от отдельных депутатов, ну, наверное, нужно, чтобы линия конструктива, она больше присутствовала. Я вот считаю, что усилию линию конструктива. А вы, кстати, нацелены на следующий созыв? Так поживем год, посмотрим, как это будет получаться. Во-первых, следующий год, да, там, нацеливаться куда-то, там, на год, достаточно сложно. Если все будет хорошо, если я действительно смогу решать вопросы избирателей, если я смогу эффективно работать в законодательном собрании, если я буду востребован, то я, естественно, пойду снова. Если я почувствую, что не получается, или, скажем, мне скажут, что это не твое, я воспринимаю все это очень хорошо и адекватно. Каждый человек должен заниматься своим делом. То есть все будет зависеть от результата, который вы покажете за этим годом? Совершенно верно. Совершенно верно. В том числе от отзывов избирателей. То есть они будут как показатель выступать качество вашего работы? Конечно. Я провел, еще раз говорю, 141 встречу. Это очень много. Я проехал по всем населенным пунктам, четырех районов. И, соответственно, у меня большое количество обращений людей. То есть они не просят многого. Они не просят многого. И вот хотя бы что-то помочь сделать, и будет получаться, если это, то я, несомненно, продолжу эту работу. Тогда начали мы уже говорить о выборах, которые ждут областной парламент в следующем году. Успех Единой России, который был 13 сентября, к партии отошло чуть более 68% всех мандатов. Этот успех, он говорит о том, что партия может быть уверена в своей победе и в следующем году. И то есть сейчас уже не нужно вести какой-то специальной нацеленной работы, о которой, как вы говорите, ведет уже оппозиция. Нет, работа партии Единой России и других политических партий, она должна постоянно быть. Нет, я не имею в виду работу с избирателями, работу на благо общества, а именно работу в плане привлечения избирателей к следующей выборной кампании. Да нет, она должна идти постоянно, в том числе для привлечения избирателей, потому что если даже структурировать наше общество, то мы сегодня видим, как один и тот же избиратель может делать разный выбор в разное время, в том числе год, он очень на многое влияет. Я уже говорил вам по работе Законодательного собрания, что этот год важный, и есть опасения, что многим будут использовать этот год для повышения своего авторитета. Но если Единая Россия не будет стремиться сделать то, что планировала раньше, в экономике, реальной экономике субъекта, то мы на следующих выборах провалимся. А что, например? То есть вот эти вот планы, о каких планах идет речь? Планов громадье, их много. Ну, основные вот в условиях этого кризисного года. То есть чего не допустить или что нужно допустить? Совершенно. Чтобы избиратель сказал. Четко понятно. Есть поручение президента, есть сегодня поручение правительства. Это касается субъектов всех, всех муниципалитетов. Не допустить ухудшения социальной обстановки. То есть у нас на сегодня, как бы мы тяжело не жили, не должны пострадать самые социально незащищенные люди. У нас есть вопросы по здравоохранению, на сегодня очень острый вопрос. У нас сегодня ФАПы строим, но нету фельдшеров. А нету фельдшеров где? Это сельский населенный пункт, где живут бабушки, дедушки, которым фельдшер-то необходим. Потому что не сделай вовремя укол, не поставь капельницу, жизнь может закончиться. Ну это проблема извечная, мне кажется. Это проблема очень серьезная, которая нам изо всех сил надо придумывать, как решить. Придумывать. Мы сейчас фантазировать на предмет возврата населения в деревню, там не будем, да? Но сохранить жизнь там, где есть, это важно. И таких вопросов очень много. Мы знаем на сегодня, какие у нас плохие бюджеты в муниципальных образованиях, в районах. У нас забюджетированы только заработные платы до налоги. Инициационная составляющая практически отсутствует. Из-за недофинансирования нет средств. Нужно находить эти средства. Есть договоренность с Никитой Юрьевичем Белых, и правительство поддерживает этот вопрос, что нам необходимо продолжать проекты местных инициатив, которые очень серьезно влияют на самооценку граждан, на экономику. Мы уже высказывались у нас, в том числе, в эфире. Обязательно. Обязательно нужно продолжать проекты. Но мне бы все равно хотелось бы вернуться чуть-чуть именно к избирательной кампании. Вот нынешние 68 процентов. Это много? Это нормально? Это нормально. Или это мало? Нет, это нормально. Что значит мало? На мой взгляд, нормально. Это оценка работы Единой России по региону. Она, в принципе, это оценка идентичная той, которая год назад была. То есть, Единая Россия поддерживается большинством населения. Значит, население, невзирая на критику, которую Единая Россия постоянно подвергается, но это правильно, потому что та партия, которая сегодня у власти, ведь ее и критикуют. И это правильно. Единственное, что Единой России нужно постоянно смотреть, а что критикуется в этот момент, а что нужно сделать, а что нужно улучшить. Не обижаться, не бросаться там на такие, а сам дурак, да? А работать. И вот этот год сложный для партии власти будет. И нужно просто работать. А каким вам видится следующий год? То есть, какой будет вот эта избирательная кампания новая? Сложный. Сложная избирательная кампания. Увидим ли мы столько же черного пиара, который мы увидели в 2012 году? Пятисоточники, то есть все то, что так или иначе бросило тень на партию? То было, что у нас в 2011-м-то? У нас в 2011-м была большая кампания, это закональное собрание, и был тоже и серый пиар, черный пиар, да, был в 2012-м. Собственно говоря, все большие кампании сопровождают вот такие неприятные моменты. Но мы когда-нибудь уже вступим в век новых политтехнологий? Ну, я думаю, что мы потихонечку вступаем, мы же все время пытаемся начать жить как на Западе, да, все время там, ах, как хорошо, так они проделали такой путь, они так себя воспитали за эти много сотен лет жизни в обществе демократии или либерализма, как называем, да, они начинали очень сложно, эти процессы шли непросто. А мы хотим за 10-20 лет, мы, конечно, быстро это все делаем, но мы придем к этому. Ну, то есть в 2016-м году принципиально у нас ничего не поменяется? Я думаю, что поменяется, поменяется, потому что и население начинает более, наверное, разумно подходить к выбору к своему, не основываясь на каких-то просто рекламных там плакатиках каких-то там или газетах чернушных или еще что. Население начинает понимать, то есть на сегодня не приходят те, кто пришел, зачем, непонятно, там, да, приходят уже за кого-то конкретно голосовать, по каким-то мотивам. Или не хотят, чтобы этот человек прошел, или хотят, чтобы этот человек прошел. То есть мы видим на сегодня, да, явка невелика, но это явка акцентированная. То есть люди приходят голосовать за своего кандидата. Если они его знают, если он приехал в их округ и ответил на их вопросы, то чего там фантазировать, кто он на самом деле и сколько детей он съел? Ну, то есть можно сказать, что избирательная кампания 2016 года будет чище? Я очень на это надеюсь и постараемся сделать так, чтобы никаких таких вот вещей неприятных, через которые там тоже Мариэл прошло, там, да, на сегодня у нас не было. Ну вот, кстати, а Мариэл следили за избирательными кампаниями в других регионах? Вылили для вас какие-то сюрпризы или все ожидаемо? Нет, ожидаемо, сюрпризов особо не было, уж таких серьезных. Я, конечно, ожидал, что в этом цикле избирательные кампании примут участие побольше партий, да, потому что заявили намерение еще в начале того года больше политической партий, в том числе на территории Кировской области. То есть конкуренция предполагалась больше? Да, 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 что, ну раз не желаете сюда, 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 то идите от другой политической партии, но на сегодня мало, мало участия других политических партий. Это говорит о том, что, в принципе, тот спектр политических предпочтений, он сформирован. И я не думаю, что в следующем году он значительно изменится. А как оцениваете выступление оппозиции в том плане попытки Ильи Яшина в Костромской области попасть в парламент? Ну, я считаю, что можно это назвать с треском провалились. Собственно говоря, наверное, никто и не ожидал каких-то там убедительной победы и прочее, прочее. Одно дело выступать на протестных митингах, другое дело, еще раз говорю, идти к избирателю и говорить на их языке об их проблемах, и пытаясь эти проблемы решить. Потому что, как говорил классик, слишком далеко нет народа. Так вот, на самом деле, слишком далеко они от народа, от чайней людей. Да, называют себя креативным классом, я, конечно, над этим очень глубоко улыбаюсь, но понять одного и могут, что если вы хотите что-то в этой жизни сделать, кроме как заработать вот такой быстрый авторитет, или быть интернет-героем, то нужно работать с населением. Мы прервемся сейчас на небольшую паузу, после рекламы продолжим. Особое мнение в эфире в студии Дарьи Топузлиева и мой гость, исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований Кировской области, избранный депутат областного законодательного собрания Андрей Лучинин. Мы продолжаем говорить о выборах. На этой неделе в информационном пространстве всплыл репортаж журналистов из Мариэл о Кировской области. Описывать его, думаю, смысла нет, надо смотреть. Но суть вся сводится к тому, что в Кировской области боль, голод и разруха, в Мариэл всегда светит солнце, дети качаются на качелях. Репортаж носит явно заказной характер, когда показывают картинки Кировской области, там мелькает плашка депутатского округа Сергея Мамаева, и заканчивается сюжет словами. Если не получается навести порядок у себя, получится ли сделать это у соседей? Не перестарались ли местные политтехнологи? Одним словом могу характеризовать это творение как безобразие. Безобразие. Потому что опускаться до того, чтобы очернять субъект, да, мы знаем свои проблемы. У нас их немало и не меньше их в Мариэл. Но вот выпускать подобное, очерняя субъект, я считаю, что недопустимо. Если вы боретесь с конкретным кандидатом, такие боретесь конкретно с кандидатом. Что это такое? То есть я категорически против таких сюжетов. Ну вообще нам это напомнило какие-то некие девяностые, то есть что-то в этом духе. Так я думаю, что вот те технологии, которые работали в Мариэл, они, видимо, из девяностых есть. Они там и где-то, видимо, выпили после очередной кампании девяносто первого года. И вышли из запоя только вот сейчас. Но это может иметь какие-то последствия для Кировской области? Там не обратит ли опять Владимир Путин какое-то внимание излишнее? Нет, я не думаю. Все люди адекватные, все понимают, что в угаре страстей во время избирательной кампании иные товарищи переходят вот эти разумные планки работы. Ну, я думаю, что посмеются, может быть, посмеются, но посмеются не над Кировской областью. Ну то есть деньги-то бросили они на себя? Совершенно верно. Посмеются над собой. Прежде всего, над Мариэл, над теми деятелями, которые, во-первых, сделали такой репортаж, и те, которые оплатили этот репортаж, заказали выбор. Конечно, это безобразие. Хорошо, отвлечемся, наконец, от выборов. Поговорим о деле Уржунского СВЗ. На прошлой неделе суд закрыл дело о хищении акции предприятия. До этого прокуратура отозвала все обвинения. Высказались по этому поводу, мне кажется, все или почти все, а теперь Ваша очередь. Ожидали ли такого исхода дела? Ну, в принципе, в последнее время разворот к этому пошел. Потому, да, я ожидал, что все-таки дело развалится. Оно, собственно говоря, на мой взгляд, изначально было надумано и благополучно развалилось. И, конечно, это хорошо, когда фемиды все-таки прислушиваются к голосу разума и действительным фактам. То есть я, в принципе, доволен тем, как закончилось это все. А чем, на Ваш взгляд, объяснить этот шаг прокуратуры? Потому что он стал неожиданностью даже для стороны защиты. С чего вот полярно так поменялось мнение? Не могу сказать. И так как бы аргументированно квалифицировать их действия тоже я вот не могу. Ну, наверное, все-таки основания не возбуждать дело, не поддерживать обвинения нашлись весомые. То есть, прочитав все, там люди очень умные граждане, то есть страны нашей, то есть понимающие последствия своих действий. Потому что они приняли единственное правильное решение. На мой взгляд, это подчеркивает их профессионализм. А сейчас фигурантам дело стоит ввязываться в историю с компенсацией, с денежными? Не могу как-то так оценивать. Не хотелось бы сейчас говорить, представьте себя на их месте, но тем не менее. Не хочу какие-то такие раздавать комментарии на этот счет. Наверное, стоило бы. Потому что, ну, представьте, там, да, не ставьте себя на своем состоянии. Я все время, хочешь не хочешь, как бы раз и поставил там, а как бы ты, а как бы ты, да, там, просидеть под таким прессингом, значит, осудят, не судят, осудят за что. Это понятно бы, за что-то там можно было, как Раскольников, сидеть и крутить в голове всякие комбинации, да. Но когда не за что, ну, наверное, это очень сложно. И не дай бог кому-то очутиться в теле вот тех людей, которые прошли на таком. И это здоровье. Это годы, это здоровье. И, наверное, компенсация здесь уместна. Мы просто в редакции обсуждали тоже этот вопрос и подумали, что так как в России крайне мало таких прецедентов, я не знаю, были ли они вообще в принципе, и суд вряд ли примет адекватное решение по поводу компенсации в плане суммы. То есть, ну, сколько там они назначат, 50 тысяч, 150, а люди два года провели в СИЗО, потом под домашним арестом. И тут вот у нас возник такой вопрос, а будут ли они с этим связываться? Ну, я думаю, что адвокаты все равно более так адекватно оценят имущественный ущерб. То есть люди сидели, то есть бизнес работал там, допустим, без руководства, они потеряли какие-то возможности, выгоды. Значит, да, в работе на лекарствах разорились, там еще что-то там произошло у них, там что-то могли сделать в этой жизни, да, за этот год там не сделали. Наверное, все это можно обсчитать, если адвокаты вот разумно все это просчитают, не завышено там, а дайте-ка нам миллиард за это, да, там, то мне кажется, что судьи тоже способны принимать такие решения, как компенсация вреда. Ну, то есть стоит хотя бы показать пример для остальной страны, для остальных судей. Думаю, да. Тогда перейдем к другой насущной теме, капитальный ремонт. Правительство сегодня утвердило тарифы на капремонт на 16, 17 и 18 года. На следующий год его заморозили. По просьбе Никиты Юрьевича Белых он остался прежним, 7 рублей 10 копеек. А в 2017 году поднимается до 7 рублей 50 копеек, в 2018 до 7 рублей 90 копеек. И у слушателей у наших сразу возник вопрос, то есть цену можно заморозить. Есть какие-то способы, чтобы она не повышалась. И законодательное собрание в прошлом году передало полномочия по утверждению этого тарифа правительству. Вот если бы законодательное собрание не передало эти полномочия, вы бы голосовали за увеличение этого тарифа или против? Сейчас, конечно, можно фантазировать, да, когда не отвечаешь за повышение, можно сказать, так и без последствий. Нет, я вам скажу в целом мою позицию. А вы по-честному? Ну, постараюсь, как бы стараюсь всегда по-честному говорить. Во-первых, у нас на сегодня один из самых высоких тарифов в стране и по Приложскому округу точно. Значит, когда передавался вопрос в ведение правительства, то в данном случае как бы привалила здоровая, здравая такая мысль о том, чтобы вопрос о тарифах не стал предметом таких, именно, опять же, политических спекуляций. Чтобы на это не спекулировали. Ну, конечно, конечно, особенно в этом году, опять же, перед выбором, а я вам скажу, опять же, встречаясь с избирателями, пусть даже у меня сельские округа, там, город Налинск, Суна, Нема или Бяжья, их касаться очень сильно. Это один из самых часто задаванных вопросов граждан. И для них это действительно нагрузка на бюджет. У нас люди все-таки платят. У нас, по-моему, 72, мне кажется, процента, читал, именно платят людей. То есть достаточно много. Мы третье место держим по Приложскому федеральному округу. Это нагрузка большая. И еще я скажу вам по линии, опять же, ассоциаций муниципальных образований, так как мы работаем с муниципалами, с главами поселений, это очень тяжелое бремя на сегодня на муниципальном образовании. Потому что те квартиры, которые находятся на балансе муниципалитетов, а их много, в деревнях они вообще не востребованы. То есть они пустые стоят. За них платят, но и никто не пользуется. Но за них муниципалитет должен платить. И этой суммы в бюджете нет. Мы сейчас проводим аналитическую работу, собираемся. А какая же эта сумма по области выпадает на муниципалитеты, чтобы, опять же, идти с Никитой Юрьевичем разговаривать, просить какие-то компенсации или прочее. Потому что это тяжкое обременение. А хорошо. А чем тогда нам аукнется вот этот 2016 год, который мы заморозили? То есть денег у нас и так в бюджете не будет. Я уже сказал, что у нас на сегодняшний день одно из самых высоких тарифов. Одно из самых высоких тарифов. Потому что я не думаю, что это чем-то сильно большим аукнется нам на сегодня. Все-таки это сделано для того, чтобы поднять планку собираемости. Если мы поднимем планку собираемости, то, соответственно, мы ведь, во-первых, еще и с федерального бюджета деньги привлекаем. Во-вторых, у нас еще, скажем так, та разъяснительная работа, которая должна была вестись, мне кажется, не должным образом еще развернуто и ведется. И люди, когда увидят уже реально отремонтированные дома, не где-то на окраинах, а везде, особенно в районах, вот меня сегодня волнует вопрос, да, и собираемость чуть-чуть повысится, мы сможем строить. Конечно, учитывая рост цен на строительные материалы, на услуги и так далее, можно прогнозировать, что денег тех, которые собираются, будет не хватать. Но еще раз, если мы посмотрим этот год и следующий год, опять же, в динамике мы увидим, что жизнь людей в следующем году значительно не улучшится, доходы будут падать, потому повышение тарифа в следующем году было бы чревато. Опять же, собираемости, соответственно, мы бы не получили этих денег в фон. То есть, по факту, мы сделаем лучше, а не хуже. То есть, с одной стороны, тариф уменьшится, но с другой стороны, денег-то мы получим больше. На мой взгляд, сделано мудрое решение, заморозили на следующий год. Ну, и даже решение, которое правительство сегодня оформило. Сейчас по передаче чуть-чуть, потому что вы говорили, целесообразно было бы передавать, не целесообразно было бы передавать. Все-таки, наверное, правительство более быстро, адекватно реагирует на изменяющуюся ситуацию. Там будет готово законодательное собрание, ответственно работать не на популизме, а ответственно работать, да, можно возвращать этот вопрос. У нас, как бы, точка не поставлена. Но я, допустим, считал, что для сельских территорий нужен иной тариф, меньше, чем тариф по городам. Ну, разговоры, да, вели, и коллеги ваши, в том числе, об этом. Я, если позволите, задам вопрос от слушателя. Он достаточно общий, но, тем не менее, раз уж пришел, задает его Алексос. Ваше мнение о программе капремонта «Надо приостановить или нет?» В двух словах. Потому что понятно, что это разговор, там, трех часов. Нет, приостановить программу нельзя, поскольку у нас ветшает жилой фонд, и мы 90-е годы, 2000-е, не вкладывали в капитальный ремонт, потому динамика выведения жилья в непригодное, она большая была. И если мы дальше не будем с этим что-то делать, то у нас опять как-то в 90-х начнут складываться дома и валиться в балконы. Это же нельзя допустить. Это нельзя допустить. И с другой стороны, когда говорят, что давайте мы приостановим или перенесем снова за счет государства, государство и так согласно вкладываться. Но это все-таки собственность людей, приватизированная собственность. И, наверное, люди должны относиться к собственности и вкладываться. Одномоментно накопить не могут, для этого и создан фонд. Контроль. Здесь нужен контроль, и чтобы каждый видел, куда деньги направляются. Поняла вашу позицию. Ну и напоследок легкий вопрос. Легкий он в том плане, что решаться, если в случае чего будет он, в любом случае не на региональном, а на федеральном уровне. Вы преподавали когда-то историю. Недавно появилось предложение, в том числе озвучил его председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко, сделать обязательным ЕГЭ по истории России. Как вам это предложение? Не очень мне понравилось это предложение ЕГЭ по истории России. Мы знаем, что история, в принципе, это с одной стороны факты, с другой эмоции. И предмет история, он дает возможность излагать материал, то есть учить детей говорить. Говорить правильно, логично. И анализировать. Рассуждать и анализировать. Собственно говоря, экзамен в виде ЕГЭ, он не готовит ребенка к тому, чтобы он грамотно, используя аргументы, в том числе исторические факты, рассказывал о тех событиях, которые были. То есть, мне кажется, это не нужно. Тем более у нас начинается уже нагромождение в сфере образования. То, что происходит, мне не нравится многое. Как преподавателю, в прошлом учителю, мне не нравится. Хорошо, но об образовании мы поговорим в следующий раз. Это было особое мнение. В студии была Дарья Попузлиева и мой гость, исполнительный директор Ассоциации Совет Муниципальных Образований, избранный депутат областного законодательного собрания Андрей Лучинин. До встречи. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...